Здравствуйте! Хочу показать вам свои новые картины. Эта картина у меня под заказ рисуется. Вот заказчик выбрал такой пейзаж. Это Белогорье, в общем, меловые горы, наша достопримечательность. Это маленький размер, 30 на 40. Это то, что заказчик принес мне холсты. На этом холсте я рисовала. Но также я нарисовала большую картину. Это 50 на 40. Чтобы у меня тоже осталась такая картина. Но это не на память, если бы я хотела сказать, это на память. Нет, просто я рисую на меньшем размере и большем размере. Это уже у меня третий такой вариант, потому что у меня до этого были маки вот так в двух размерах. Потом молнию я рисовала в двух размерах. И теперь вот такой пейзаж в двух размерах. Интересный такой опыт. Знаете, ощущение, что вот это эскиз, а это уже произведение. И вот рисовалось оно легче намного, чем эскиз. Потому что здесь я еще не знала, как это все рисовать. И на второй картине уже мне было очень все это легко. И даже в какой-то степени я больше смотрела на свой эскиз, нежели на референс фотографии. В общем, вот что у меня получилось. Такие три картины. Также я перерисовала, вы знаете, что я рисовала вот этот букет. Это уже большой размер, а маленький вот такой. И здесь у меня были нависающие детали. Вот здесь такие были нависающие бутончики цветов. Я это все убрала, видите. И добавила сюда больше цветов точно так же, как на большой картине. Так вот на этой. Получается очень красиво. Поэтому иногда иметь образец, вот такой, в общем, тот, что он нарисовал сам. Как бы ощутила прелесть рисования эскиза перед большой работой. Я такого никогда не делала. Делала и рисовала здесь. И мне казалось, что... Ну, это, в принципе, и есть картина. Но ведь это и тренировочный вариант эскиз. Потому что один и тот же вид, одно и то же произведение я рисую на маленьком размере и на большом размере. Вот как получается. Значит, вот этот фиолетовый цвет, который здесь у меня задался, я немножко изменила на другой тон. Ну, в общем, меняла тональность, потому что здесь сначала сделала бирюзовый, хотела немножко небо под... В общем, сделать, подсветить. Вы, конечно, тут она те не видите, которые есть. Она искажает свет и вообще телефон. В общем, и потом я закрасила. Здесь было фиолетовое. Сверху я нарисовала уже другие деревья. И если в маленьком варианте можно было бы мне как-то так обобщать рисунок, делать его менее вырисованным, то в большем варианте мне приходилось это все вырисовывать. Все-таки, знаете, больший вариант, ну, размер холста, он... Никуда не денешься, детализировать надо. Тем более здесь с претензиями к реализму. Ну, с претензиями, да. Вот так процарапыванием я рисовала мелкую растительность. Вы видите, что трава здесь у меня нарисована плоско. Просто цветом я не вырисовывала травинки. Дело в том, что моя фотография здесь не очень хорошего качества. Поэтому, ну, вот на телефоне прямо прекрасно растягивает. А если глазом смотреть, то не очень получается. Ну, вы видите, растительность моя в таком варианте. От лепокистей. Очень понравилась детям вот эта гора моим. Ну, мои дети уже взрослые люди, конечно. Но дети есть дети. В общем, им понравилось то, что здесь пастозно нарисованы вот эти именно горы. И я и раньше рисовала мастихином это все. Здесь мастихина применялась меньше, потому что мне хотелось повторить вот эту вот доскональную такую порепанность мелкую. Если здесь я просто брала общий вид, то в большой картине мне хотелось вот эти именно камешки мелкие. Вот они как спускаются, так они оставляют такие дорожки. Ну, в общем, насколько возможно, мне хотелось это все сделать, в общем, повторить. Такие вот мои картины. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания. До скорых встреч.